Итак, у нас сегодня с вами очередное занятие, вводящее в курс истории, теории цифрового искусства и дизайна. Занятия, которые вам на самом деле должны помогать вести вашу научно-исследовательскую работу. Собственно, моя задачка заключается в том, чтобы подкидывать вам какой-то интересный материал, давать какие-то интересные примеры для сопоставления, чтобы банально вам было из чего потом писать свой текст. Потому что в следующем семестре, собственно, что мы с вами должны будем сделать, вы уже окончательно утвердитесь со своей темой, поймете, в каком русле вы будете развивать свой проект. И мы с вами должны будем написать план, развернутый вашей будущей магистерской диссертацией. Мы должны будем с вами написать такую небольшую работу. У нее будет три части. Это все я про задания следующего семестра рассказываю. И, соответственно, там нужно будет проанализировать, используя те наводящие вопросы, которые я вам дам, источники, которыми вы будете вдохновляться, на которые вы будете опираться, проектные источники при создании своей работы. Но, так сказать, спектр этих источников, он будет достаточно широк. Эти вопросы устроены так, что действительно может быть задействованы и архитектура, и живопись, и эксперименты русского, европейского авангарда, и работы современных художников. Мне важно, чтобы вы это поле своих референсов расширили, насколько это возможно. Чтобы вы опирались не только на такие прям конкретные, похожие, зеркальные модели, а научились еще и видеть те самые источники для вдохновения в каких-то смежных жанрах искусства и дизайна. Потому что, на самом деле, вот эта область, в которой мы сейчас все с вами находимся, цифровое искусство и дизайн мультимедиа, это же синтетическая область. Мы с вами постоянно об этом говорим. То есть это точка, где пересекаются многие жанры, многие творческие активности. И вот по такому же принципу должна строиться и ваша работа над проектом. О чем мы с вами поговорим сегодня? Поговорим о модернизме немного, попытаемся сформулировать вообще, что это за направление в искусстве и культуре. В 20-х, потому что это действительно важно, это момент, когда вот эти новые, какие экстремальные, технологические, технико-технологические идеи входят в моду. Все, что, в общем-то, является предтечей цифрового искусства. Посмотрим книжку Лисицкого «Кунст-измус» про измы искусства, которые бытовали в период с 14 по 24 год, и на основе которых, собственно, сложился модернизм. Попробуем более детально рассмотреть парочку из тех измов, которые приводит Лисицкий. А затем, так сказать, моя задача выйти на конкретное искусство, на арт конкрет, показать вам, что делал Антон Штанковский, что делали швейцарские конкретные. Это Макс Билл, Рихард Пауль Лози. Такие эксперименты с геометрией, и, так сказать, вот эта точка нашего сегодняшнего путешествия, она на самом деле связана с одной из ваших прошлых лекций у Александра Николаевича Лаврентьева про генеративную графику. Он там упомянул, что, собственно, начало этой генеративной графики кроется в недрах Ульмской школы дизайна, и это действительно не случайно, потому что Макс Билл является основателем этой школы, а Макс Билл как раз один из представителей арт конкрет, того самого конкретного искусства, которое оперировало геометрией, цветом, и, так сказать, создавало такие бесконечные вариации, структуры геометрические, в общем-то, все то, что, мне кажется, абсолютно точно ложится вот в это поле генеративного искусства. Итак, начнем, собственно, обо всем по порядку. Так, сейчас, секунду, сейчас еще раз расшарю экран. Не пугайтесь, картинок много, но мы не обязательно все их будем с вами сегодня смотреть и подолгу на каждой из них зависать. Ну, для того, чтобы сформулировать, что такое модернизм, мне кажется, лучше всего взять обложку каталога выставки в музее Виктории Альберта, которая проходила в начале 2000-х, модернизм проектируя новый мир. И почему, собственно, потому что здесь есть даты, здесь есть названия и, собственно, есть сам графический продукт, обложка, которая, в общем-то, сделана по всем законам этого стиля. Я довольно часто сталкиваюсь с тем, что для нынешнего молодого поколения модернизм – это не столько стиль, сколько канон. И это правильно. Вы действительно сейчас воспринимаете эти приемы именно как беспроигрышный канон, позволяющий создавать эффектные по-своему, рациональные, информативные продукты. И действительно, если мы с вами попробуем сформулировать, из чего, собственно, складывается этот канон, то это будет вот та самая форсированная композиция диагональная, та самая диагональ, которая соединяет противоположные углы, которая, так сказать, буквально как такая линия напряженная в конструкции начинает работать. Это цвет знаменитой триада – черный, красный, белый, серый, как дополнительный цвет. Это, конечно же, гротеск, шрифт «Гротеск». Это разнообразные его вариации, начиная от геометрических гротесков, от футуры и, так сказать, заканчивая акцидент гротеском, гуманистическими гротесками, универсом и, конечно же, гильветикой. Это фотомонтаж и фотография, так сказать, как раз тот прием, который мы здесь с вами видим. И поэтому, так сказать, наверное, для вас вот этот вопрос об определении модернизма как такого гигантского тотального направления в культуре и искусстве XX века, он, так сказать, несколько сложен, потому что, так сказать, вы это действительно воспринимаете прежде всего как такой профессиональный метод работы. Но это по-своему хорошо, значит, так сказать, вы в этом пространстве действительно живете, так сказать, ощущаете, чувствуете и воспринимаете этот набор методов просто как набор инструментов, проверенных временем, удобных и действительно позволяющих вот так рационально и ясно передавать информацию, так сказать, от одного человека к другому. Потому что, собственно, дизайн, так сказать, это как раз-таки про передачу сообщений, особенно графический дизайн и, так сказать, его разнообразные цифровые версии. Это про передачу информации, про обмен сообщениями, и вот как раз, так сказать, этот модернистский канон, он позволяет эту информацию очень чётко, ёмко вот так укладывать, формулировать, структурировать и, так сказать, передавать кому-либо. Но, так сказать, если мы всё-таки попробуем как-то с точки зрения истории на это направление посмотреть и всё-таки понять, сформулировать, что это за стиль, в чём его отличие от всех предыдущих, то, наверное, самым простым определением станут слова «глобальная идея мира устройства». И мне кажется, эти слова, они для вас, как для дизайнеров, работающих именно с пространством, пусть и с виртуальным, они должны быть понятны. Понятны. Потому что, если мы, так сказать, вспомним, что, собственно, делали представители русского и европейского авангарда, то они действительно работали с пространством. Дизайн — это работа с пространством, фотографии — это работа с пространством. Что ещё, так сказать, даже тот самый нашумевший рабочий клуб, который у нас сейчас есть на четвёртом этаже, рабочий клуб Александра Родченко «Реконструкция». Это действительно пространство, это устройство вот этого пространства, в котором существует человек, пространство жизни. Иначе, по-новому, на современный лад, жизнь сознательная и организованная, есть современное искусство. И, так сказать, в этом лозунге Родченко, на самом деле, очень много, так сказать, истинно, очень много точных слов для этого времени. Это пространство должно быть именно организованным, оно должно быть таким утилитарным, удобным в использовании. Что ещё, так сказать, можно сказать о модернизме? О том, что если мы начнём это слово переводить, просто вот банально попытаемся понять, что оно означает, то выясним, что оно означает «современный». Что значит «современный»? Значит, существующий в отрыве от предыдущих концепций. И действительно, модернизм — это стиль, который не опирается на исторические какие-то предыдущие методы и концепции. Это не эклектика, не историзм. Это именно абсолютно новая такая вот современная модель. Ещё один момент. Откуда, собственно, это слово могло возникнуть? Модернизм. На эту тему искусствоведы даже не всегда готовы дискутировать, потому что, с одной стороны, это слово очень прочно вошло в язык искусствоведческий, и, так сказать, мы его можем встретить абсолютно везде, как действительно обозначение вот этого периода 1914-1939. Но есть одна версия, которую мне рассказал Александр Николаевич, и мне кажется, она действительно верна. В 1929 году Альфред Барр открывает Музей современного искусства в Нью-Йорке и экспонирует там как раз-таки произведения русского и европейского авангарда. Он желает познакомить американскую публику с этими новыми художниками, новыми методами. И для американской культуры это абсолютное такое новшество. Более того, скажу, что весь американский графический дизайн как раз-таки 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, та самая Нью-Йоркская школа графического дизайна, она буквально выросла, так сказать, на основе Мюзеумов Модерн Арт. Не зря даже, так сказать, вот эту Нью-Йоркскую школу иначе называют коммерческий модернизм. Так сказать, многое из того, что они видели в живописных полотнах, того же Пикассо, Брако, Клея, итальянских футуристов, они просто заимствовали, использовали как пищу для своих экспериментов в графическом дизайне. И для того, чтобы обозначить как-то вот эти работы, так сказать, объяснить, собственно, что это такое, что это за целостность, вполне возможно, что Альфред Барр и придумал вот это слово модернизм, потому что ведь этот суффикс «изм» используется, когда мы сочиняем названия для нового направления конструктивизм, футуризм, пуризм, экспрессионизм, там везде есть вот этот суффикс «изм». И для того, чтобы как-то объединить, так сказать, все вот эти разрозненные течения в искусстве, вполне возможно, что было придумано вот это слово, так сказать, слово, которое действительно несет в себе самую главную суть, что это все современность, это все, так сказать, вот те самые современные художественные концепции. И, так сказать, последнее, что, собственно, нужно сказать, это про рамки. Здесь у нас указан 14-й и 39-й год. Но на самом деле, даже в вступительной статье к этому каталогу, там есть такие пространные рассуждения о том, что, в общем-то, рамки модернизма можно раздвигать гораздо шире. И если мы говорим о том, что это именно современные течения, которые, так сказать, возникают в отрыве от предыдущих концепций, то мы можем взять и 1868 год, по-моему, если я не путаю, салон отверженных. Так сказать, то та самая выставка, где экспонируются импрессионисты, так сказать, действительно представители нового направления в живописи. Вот, так сказать, одна из точек. А другая точка, так сказать, может быть поставлена в разных местах. Это может быть и конец 60-х, начало эпохи хиппи, начало эпохи, начало панк-эпохи и, так сказать, завершение вот того самого интернационального стиля, который буквально, так сказать, вырос на основе модернизма. Или же, так сказать, эти рамки мы можем раздвинуть до бесконечности. Так сказать, и опираясь как раз вот на то, что я сказала в самом начале, о том, что для вас модернизм это прежде всего канон, мы можем сказать, что, собственно, границ у этого стиля нет. Это стиль, который продолжается и сейчас. И отчасти, так сказать, это тоже такая интересная мысль, потому что сейчас вот уже с этой выставки прошло, я думаю, что около 15 лет, и, соответственно, появилась еще одна, так сказать, формулировка вот этого нынешнего состояния, обозначения нынешнего состояния культуры, это метамодернизм. У нас был постмодернизм, соответственно, ему на смену пришел метамодернизм, и это действительно интересный факт, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что что-то меняется, что-то приходит как бы на смену модернизма, но с другой стороны, мы понимаем, что некий суть, некий корень остается прежним. Так сказать, мы надстраиваем какие-то новые модели на основе модернизма. Вот, так сказать, такая забавная история. Почему здесь берут именно 14-й и 39-й год? Кстати сказать, Элья Сицкий тоже, так сказать, свою книжку начинает с перечисления концепций, которые бытовали в 14-м году. То есть это действительно некий такой водораздел между, наверное, фигуративным искусством беспредметным искусством, связанный с выставками, с презентацией художников, их новых идей. Чёрный квадрат, так сказать, в принципе, можно считать тоже такой точкой начальной для абстрактных экспериментов. Понятно, что он в 13-м году впервые появляется в опере «Победа над солнцем», но, так сказать, мне кажется, это всё-таки близкие даты. 39-й год здесь всё просто. Это начало Второй мировой войны. Так, и, собственно, что мы с вами сделаем сейчас? А вот сейчас мы возьмём как раз книжку, которую в 25-м году выпустил Эль Лисицкий вместе с Жаном арпом, пролистаем её, и, я надеюсь, поймём, собственно, на основе чего возник модернизм и, так сказать, что лежит как бы в корне этого направления. Потому что, так сказать, последняя вот эта фраза, касающаяся возможных определений модернизма, она могла бы звучать так, что, так сказать, модернизм вырос на основе авангардных концепций начала 20-го века. И, так сказать, такой вот по-своему тоже интересной точкой, которая эти концепции собрала воедино и действительно превратила в метод, стали школы. Я думаю, что вы даже догадались, о каких школах идёт речь. Это Баухаус и это Хутемас. То есть, благодаря вот этой педагогической деятельности, в которой участвовали и художники, которые, так сказать, утвердили себя, утвердили своё имя в авангардном искусстве, благодаря этой деятельности, собственно, модернизм превратился в метод. Потому что, так сказать, обучая, они создавали программы, они придумывали задания, они действительно систематизировали свой художественный опыт. И, так сказать, таким образом это действительно всё превратилось в метод. Как Лисицкий, например, преподавая на мебели, придумал такую формулировку про современные вещи, про то, какой должна быть современная мебель. Вот эти вещи, так сказать, дизайнерские, они честны, чётки, геометричны, элементарны, функциональны, ну и, следовательно, они современны. Так сказать, вот такой набор слов, который на самом деле применим абсолютно ко всем областям дизайна. И, так сказать, набор слов, который просто в точности определяет вот этот канон модернизма. Ясность такая, вот открытость, чёткость, простота некоторая. Так сказать, ну простота такая очень тоже по-своему двоякая, потому что, так сказать, простота может быть внешней, такая даже брутальность. А с другой стороны, так сказать, под этой простотой, как правило, скрывается, так сказать, множество слоёв, это и множество, так сказать, сил потраченных на то, чтобы довести действительно продукт вот до этой лаконичности. И всё-таки, так сказать, смыслы. Их может быть не так много, как в постмодернизме, как, так сказать, в, допустим, британской новой волне, направление в графическом дизайне, которое пришло на смену интернациональному стилю. Так сказать, но, тем не менее, они, так сказать, тоже есть. Итак, книжка. Вот у меня, так сказать, не зря здесь две книги открыты, потому что авторами этой книжки, Kunstismus, стали двое. Это Лисицкий и Жан Арп, или Ганс Арп, которого мы здесь с вами как раз и на страницах этого сборника видим. Ну, если с Лисицким, наверное, всё понятно, что он в начале 20-х едет в Берлин налаживать связи с общественностью и издаёт там несколько книг. Это и «Маяковский для голоса», это «Два квадрата», это как раз «Кунстизмус» и, так сказать, активно изучает вот эти новые, так сказать, авангардные методы европейские, общается с художниками, то про Жанна Арпа, или Ганса Арпа, я думаю, вам известно чуть меньше, что это за человек. Ну, прежде всего, это представитель группы «Да-да». Помните, мы с вами немного про них говорили, когда, так сказать, у нас были две лекции про фотомонтаж. группа, которая монтировала свои работы, используя печатный материал, мусор печатный. Но, так сказать, тем не менее, я надеюсь, вы как-то запомнили, что всё-таки у каждого из этих художников группы «Да-да» было своё лицо. Ну, действительно, у Жанна Арпа тоже было своё лицо. Он был скульптором, художником. И эти работы, которые вы здесь видите на развороте, собственно, что это такое? Это рельефы абстрактные, из вот таких обтекаемых, забавных форм. Но у Жанна Арпа на самом деле работы очень разные. Например, вот здесь её листа ещё есть вот такие вещи. Но среди его работ можно встретить и вот такие коллажи по законам случаев. То, что, наверное, абсолютно уже точно вписывается в концепцию группы. Да-да, с одной стороны. А с другой стороны, это хороший пример, который нам потом понадобится для разговора об арт-конкрет, для разговора о группе «Дестиль» и «Пите Мандриане». Но мне кажется, «Пита Мандриана», когда я это имя называю, у вас перед глазами должна возникнуть его работа. И, так сказать, отчасти это такие забавные тоже пересечения, абсолютно не случайные. Я имею в виду как бы сюжетные, графические. У Мандриана всё чётко вычерчено, аккуратно, так сказать, это такая прям сетка, залитая основными цветами. Здесь мы тоже с вами видим квадратики, но эти квадратики совершенно в свободном каком-то состоянии находятся. И Тео Ван Дуйсбург, который, в общем-то, тоже имел отношение к неопластицизму, к идеям Пита Мандриана, именно Дуйсбург создал вот ту самую группу «Дестиль» и, так сказать, перевёл вот эти идеи Пита Мандриана в дизайн. Знаменитый стул Геррета Ритвельда – это, так сказать, тоже наследие группы «Дестиль». И на самом деле Тео Ван Дуйсбург, как выяснилось, сотрудничал с группой «Дада», он писал под псевдонимом статьи в их журнал. Более того, вместе с арпами они какое-то время жили где-то по соседству. И вот эта серия «Коллаж по законам случаев» – это, мне кажется, такой интересный парафраз с вот этой жёсткой такой структурной традицией неопластицизма. Такая интересная параллель, где-то выглядящая, наверное, по-детски наивно, но, так сказать, какие-то похожие темы и идеи по-своему визуализирующие. И, с одной стороны, то, как объяснял происхождение этих вещей арп – это такая чистая легенда. Берёте, нарезаете квадратики, высыпаете их на бумагу, вот примерно таким жестом, и вот как они у вас легли, так вы, собственно, их и приклеиваете. Это вот и есть «Коллаж по законам случаев». Но, если мы с вами всё-таки приглядимся и посмотрим, как эти композиции устроены, то, мне кажется, можно увидеть здесь и творческую волю художника, некую сознательную режиссуру. Да, они, так сказать, не настолько прочно лежат на листе, как… Сейчас я всё-таки найду Мандриана здесь. Да, не так прочно лежат на листе, как вот эти прямоугольники у Пита Мандриана, но, как некий дуализм, так сказать, некое противопоставление, сопоставление здесь, так сказать, явно присутствует. И, собственно, вот с этим человеком общается Эль Лисицкий. Арп его, я так подозреваю, буквально вводит, так сказать, вот в это сообщество европейских. Художников. И, так сказать, вместе они собирают вот такую книгу. Книга, на самом деле, очень важная и такая эпохальная, потому что её можно назвать панорамой концепции формообразования начала XX века. Её можно назвать азбукой модернизма. Вот эти все измы, 16 штук, которые здесь на обложке перечислены, это вот действительно всё то, из чего, собственно, модернизм сложился, почва, на которой он состоялся. Она действительно устроена как методическое пособие, как учебник, потому что здесь, как есть у нас, перечисления и художников, и направлений. Есть, соответственно, тексты коротенькие, рассказывающие о том, собственно, что представляет из себя то или иное направление. Ну, надо сказать, такая классическая организация материала, которую мы можем с вами увидеть в учебной литературе. Развороты, где речь идёт о том или ином направлении, о том или ином изме, снабжены всегда иллюстрациями и фигурой автора. Вот это, мне кажется, очень точно роднит с знакомыми всем нам школьными учебниками, где мы там могли увидеть Ломоносова, Левенгуга, Левенгука, Паскаля. Это действительно вот тот самый герой, который демонстрирует нам свои работы и общается с нами. Есть вот эти крупные цифры, такой метод систематизации материала по этим цифрам, потом, соответственно, можно найти название работы. Вот. Значит, ещё мне кажется, что эта книжка для своего времени новаторская именно по своей системе рассказа. Вот не знаю, насколько, так сказать, вам это удастся почувствовать, увидеть, но, как сказать, у меня такое ощущение, что она совершенно легко могла бы быть трансформирована именно в цифровую форму, в форму сайта, приложения. Так сказать, да, она представлена в виде печатного издания, но просто потому, что тогда других, так сказать, форм у них не было. но вот то, что мы видим на обложке, это же буквально первая страница сайта, где, так сказать, есть крупные вот эти даты, это, так сказать, буквально часть названия, это вот тот блок, то десятилетие, который рассматривается. Есть, кстати, даже ощущение, что вот эта срезанная четвёрка, так сказать, она должна как бы крутиться, как цифры на табло. Вот эти названия течений, названия измов, экспрессионизм, футуризм, кубизм, метафизика, супрематизм, симультанизм, дадаизм, пуризм и так далее, неопластицизм, это же буквально готовые такие ссылки на направление, так сказать, на измы. То есть это вот действительно оставляет ощущение за главной страницей сайта. И, так сказать, у неё есть несколько таких схем движения внутри, несколько схем сценария, так сказать, и одна схема, она как раз связана вот с этими измами, про которые мы что-либо можем узнать. Вот у нас здесь есть коротенькие такие тексты, написанные от лица, как правило, организаторов этого изма, людей, которые придумали это направление в искусстве. Про супрематизм пишет Малевич, это ночь, которую я увидел в себе. Про мерц пишет Курт Швиттерс, всё, что художник создаёт, есть искусство. Про дадаизм пишет Жан Арп, про конструктивизм кто-то пишет, но фамилию свою не ставит. Скорее всего, это статья Лисицкого, мне так кажется. Про прованный пишет Лисицкий, прованный, это пересадочная станция от живописи к архитектуре. Про абстрактный фильм тоже, статья без подписи. И этот коротенький блок говорит о том, что как живописец исследует методы создания новой картины, он изучает возможности холста, краски, штриха, мазка, цвета. Точно так же художник, который работает в экспериментальном кино, он изучает вот эти главные специфические его средства, это движение и свет. Это как бы одна канва, то есть возможность действительно узнать про каждый изм, про каждого художника. А другая канва хронологическая, но она идет как бы в обратном порядке. Мы не с 14-го года начинаем наше повествование, а мы начинаем наше повествование с 24-го года, где 25-й оказывается под вопросом, потому что он еще не сложился, не сформировался, еще не определил, невозможно определить, каким он будет этот 25-й год. И вот это сквозное путешествие, оно дает нам чуть другую информацию, оно нам рассказывает о том, как действительно менялись представления об искусстве, что становилось наиболее важным. Мы как бы послойно, как археологи, снимаем вот эти отдельные измы, как действительно такие вот наслоения в культуре, для того, чтобы добраться до 14-го года и увидеть вот то зерно, собственно, с которого все и начиналось. И по-моему, я вам уже про это говорила, эту страничку показывала, когда мы говорили про чистое кино, действительно, самым актуальным течением на 24-й год Лисицкий и Арб считают как раз-таки эксперименты в кинематографе, то есть работа с движением введения процесса и движения в работу художников, продукт его творчества. Абсолютно на самом деле такая современная концепция. Конструктивизм представлен Татлиным и действительно это по-своему верно, потому что для Европы лицом конструктивизма были отнюдь не Родченко Ганн Степанова, а именно Татлин, машинное искусство Татлина. Его башня, она где-то, не знаю, наверное, просто в их сознании всегда по-своему полемизировала с Эйфелевой башней, так сказать, интересная такая на самом деле пара, потому что Эйфелева башня тоже в своё время наделала шума и, так сказать, далеко не сразу была принята как архитектурные сооружения, которые имеют право быть частью города, так сказать, вот эта инженерная конструкция, так сказать, не сразу была признана искусством. И здесь у нас башня Татлина, так сказать, у которой есть и ряд кинетических особенностей, внутри объёмы вертятся каждый со своей скоростью, соответственно, есть вот эта ажурная структура вокруг, такая винтовая, которая постепенно, так сказать, взмывает ввысь или наоборот, так сказать, мы видим, как с верхней точки это движение уходит в землю, такой винт. И это действительно был такой, наверное, понятный, близкий, какой-то конкретный пример, который в их сознании как раз и мог дать представление о конструктивизме как о том, что вот конкретно происходит в этой стране. Кстати сказать, ещё тоже интересный момент, о котором я как-то не задумывалась, год выхода этой книги, это же та самая нашумевшая выставка в Париже 1925 года, где действительно конструктивисты очень мощно выступили, и Родченко получает медаль серебряную за искусство улицы, за серию своих рекламных плакатов, и то пространство, которое он строит, тот самый рабочий клуб, это такой очень тоже ясный пример этого нового дизайна, этого нового мироустройства. можно попробовать потом выяснить по месяцам, выставка была соответственно весна-лето, выяснить, когда была издана книжка, понятно, что выставка в Париже, книжка в Берлине, в общем, интересный такой момент для раздумий, для исследования. Ну и продолжаем её листать, здесь у нас появляется выставка обмаху 21-го года, такой пахальный момент, и вот что важно, вы сейчас увидите, почему я назвала эту книжку панорамой, концепцией, формообразований, сложные такие слова произнесла, потому что это не просто книга о художниках с перечислением их работ, это как раз таки утверждение вот этих новых проектных методов, это рассказ о искусстве 14-го, 24-го года, вот с точки зрения дизайна, с точки зрения проектирования, вот собственно через это все концепции могут быть объединены, все измы могут быть объединены через это проектное начало, оно в каждом из них есть и Лисицкий это доказывает, что допустим в конструктивизме эта линия и собственно эта линия может стать основой всего, она действительно может стать основой архитектуры, она может стать основой плана и далее это собственно выход в графический дизайн, она может стать основой скульптуры и вот эта выставка обмаху она как раз демонстрировала возможности линии, линии на плоскости, то есть линия как часть живописной композиции или графической композиции и линия как элемент скульптуры, линия как элемент объема, им тогда нужно было показать, как презентовать новые течения через вот такой всестороннюю демонстрацию возможностей линии как основного элемента конструктивизма, что с ней можно делать, как с ней можно работать, потому что речь идет уже не о чистом искусстве, речь идет о производственном искусстве, о проектном искусстве. Наум Габо, соответственно, его эксперименты с новыми материалами, с самонапряженными конструкциями, это он в манифесте вводит вот те самые кинетические ритмы как основу искусства, как основу творческой деятельности. Веризм и Георг Гросс. Но понимаете, в чем дело? Здесь действительно, с одной стороны, кажется, между этим и действительно есть связь, там мы видим линию как проектный элемент, здесь у нас даже не плоскость, а некий объемный элемент, та самая плоскость, у которой обнаруживается объем, она рисуется в аксонометрии, превращается в куб или параллелепипед. Действительно, она, действительно, вот этот элемент становится таким строительным элементом, из которого Лисицкий и создает вот эти свои пересадочные станции между живописью и архитектурой. Это как бы не формула, а такие первые элементы для построения уже настоящих архитектурных объектов. А здесь мы с вами видим совершенно другую историю, но действительно, вот эти все измы, перечисленные на обложке, их можно разделить на две совершенно неравные группы, и вот в одной группе как раз таки будут вот такие ясные и внятные и четкие проектные элементы, на которых все построено. А в другой группе там, где окажется веризм, там, где окажется допустим сейчас найдем дадаизм, там, где окажется у нас симультанизм, ну, симультанизм наверное скорее в другую, но вот сейчас футуризм найдем, мукандинский с абстракцией, футуризм или экспрессионизм это будут такие совершенно другие первые элементы, так сказать, это скорее будет эмоция, экспрессия, чувство как в экспрессионизме, это будет та самая динамика и скорость как в футуризме, но они тем не менее есть, кстати сказать вот в этом плане футуризм это самый такой хрестоматийный пример, точно такой же как и конструктивизм с линией, динамика это для них основа всего, так сказать, динамика, сила, ярость, скорость, основа живописи Джакома Балла, у нас тут дама выгуливает собачку на поводке и у всех много-много ног, такие же опыты Брагалья ставят и в фотографии, соответственно, они занимаются опытами, занимаются и кинематографом, выпускают манифест, где просто суммируют все свои прежние активности футуристической живопись плюс футуристическая скульптура и так далее, равняется кинематографу плюс футуристический театр, да, равняется футуристический кинематограф. И действительно, если вспомнить, футуристы написали манифесты по вообще всем областям жизни, в которых задействован человек. У них есть манифест кулинарии, есть манифест реконструкции вселенной, такая совершенно уже глобальная программа. И вот эта всеохватность творчества, она как раз показательна. Это действительно желание, как бы, используя вот эту новую, новый метод, который базируется на динамике и скорости, переустроить, перестроить все сферы жизни и культуры. но что еще с точки зрения графики, тоже графического дизайна верстки, смотрите, как это устроено, потому что есть вот эти замечательные акценты, такие линии, бруски, на которых поставлено название изма, и это на самом деле совершенно не случайный элемент, которым пользовались и Лас-Ла-Махой-Нать, когда занимался графическим дизайном, и Лисицкий, и источник его, я думаю, что вы уже догадались, где находится, это как раз Пит Мандриан и его идеи неопластицизма, так сказать, вот эта структурность, которая была просто заимствована для работы в графическом дизайне. Вот, мне кажется, тоже хороший пример того, все-таки, в чем отличие модернизма, в чем отличие вот этих даже отдельных измов искусства от всего прошлого, в их универсальности и утилитарности. Вот это для них действительно было важно, что любой элемент, который создает художник, он его создает осознанно и он его создает как такой базовый элемент для работы абсолютно в разных областях. Может быть, они, так сказать, не всегда это могли спрогнозировать и действительно угадать. Я не уверена, что, как сказать, Андриан, когда писал свои работы, как сказать, думал о том, как это будет использоваться в графическом дизайне, полиграфии и верстке. Здесь важно, что это действительно можно было подхватить и использовать как проектный метод. И не зря у нас плавно вот эта вся история переходит к Ритвельду и к Хусару, где действительно в рамках группы Достиль уже вот этот проектный метод был наглядно продемонстрирован через объекты дизайна, через дом Трюс-Шрёдер, через архитектурный проект, который, так сказать, ну просто является такой, наверное, объёмной 3D-картиной Пита Мандриана и, естественно, знаменитое кресло Ритвельдера. листаем с вами дальше. Супрематизм и перед нами предстаёт Казимир Малевич, собственной персоной. Вот, кстати, сказать, по поводу супрематизма, что важно. Лисицкий очень точно подметил, помните его плакат прекрасный, красным клином бей белых, Лисицкий очень точно подметил, что вот это белое пространство холста, собственно, можно использовать как бумагу, а вот эти все плоскости, которые раскиданы по этому пространству, это буквально тоже такая основа будущей модульной сетки, условной, естественно, модульной сетки, потому что это такой хаос, но вот эти линии, это могут быть строчки текста, это могут быть плашки, эти прямоугольники, это могут быть вырезки из фотомонтажей, это могут быть цветные какие-то клинья, то есть вот эта живописная основа, она, как оказалось, может быть использована для графического дизайна, как основа для графического дизайна, и вот в этом, собственно, одна из самых главных заслуг Лисицкого, но, как бы, проецируя этот опыт, кстати, сказать, на современную цифровую культуру, что нужно отметить, что ведь в супрематизме всегда есть пространство, это не конструктивизм такой брутальный, очень жесткий, такой, как бы, не очень жестко зафиксированный, такое ощущение, что там композиция, она буквально забетонирована, супрематизм другой, там всегда есть воздух, там всегда есть парение форм, и всегда есть какое-то пространство, которое можно представить, вот вспоминайте эту книжку про два квадрата, как я вам ее показывала, сейчас достану, вот, там есть пространство, и вот для уже цифрового пространства, это, кстати, тоже такой интересный эффект, и, так сказать, интересная такая дополнительная опция получается, то есть, когда вот это живописное полотно было переложено Лисицким на графическую композицию, так сказать, он думал о том, как как ввести действительно текст, слова, информацию в эту композицию, но, так сказать, вот это наша нынешняя эпоха, она позволяет еще один, так сказать, момент, который там был зашит и тоже предусмотрен, потому что, вот я еще раз говорю, супрематизм, это прежде всего про пространство, про парение в пространстве, про ощущение вот этого вакуума, такого космического, в котором они, так сказать, в каком-то вечном движении все находятся, эти элементы, то есть, так сказать, вот цифровая культура, она на самом деле вот этот момент очень точно почувствовала и действительно сейчас появляется довольно много разных и проектов цифровых и какие-то заставки для сайтов и заставки для цифровых продуктов, где даже более того и, так сказать, система организации информации в рамках виртуального пространства, она стала активно задействовать именно вот этот пространственный аспект, именно, так сказать, вот это вот движение туда в глубину. Вот, мне кажется, это интересный такой тоже вопрос для обсуждения, для анализа, для, так сказать, размышления, что действительно технологии, которые появляются одно за другой, они, так сказать, позволяют какие-то скрытые прежде моменты, которые в зачатке были, о которых, возможно, только лишь подразумевалось, вот так вот выводить уже в реальность. Ну и, значит, напоминаю, что последняя, собственно, точка в этой книге это 1914 год и это экспрессионизм. Это Пауль Клея, это Марк Шагал. И как бы основная собственно тема всей этой истории это как раз эмоция, это буквально что-то, так сказать, лежащее за гранью изобразительности и причем в контексте Клея это, наверное, такой наиболее интересный для вас момент, он же был и музыкантом, причем и мелодии и мастерством живописца он владел одинаково, прежде чем что-либо создать, он это проигрывал, проигрывал на скрипке, вот этот гармонический ряд, этот ритм, эту мелодию, которая приходила к нему в голову как некая идея, как некий образ, а затем собственно этой мелодии подыскивались цвета, линии, формы, то, что позволило бы ее сделать видимой, и наверное именно поэтому эта книжка начинается с 1914 года и экспрессионизм, так сказать, вот с некой действительно точки в искусстве, где были поставлены новые задачи, и как бы в русле этих задач лежала не изобразительность, а лежали какие-то моменты абстрактные, и искусство должно было найти средства, которые бы могли эти моменты эмоциональные, чувственные через подвластные им средства выразить. Действительно, с одной стороны можно было бы показать в конце черный квадрат, но мне кажется, здесь еще вспоминая концепцию музея живописной культуры, может быть, кто-то из вас даже и был на этой выставке два года назад в Третьяковке и знает об этом грандиозном предприятии, которое было просуществовало у нас по-моему около десяти лет могу ошибаться в восемнадцатом году появляется музей живописной культуры, который организуют сами художники в двадцатом году Родченко был директором, Кандинский в какой-то момент был директором этого музея, где действительно должен был быть такой музей лаборатории, рассказывающей о том, какой путь проходит современное искусство от фигуративности к абстракции, от экспериментов с цветом и формой, от того же Машкова, например, от Бубнового Валета до вот этих экспериментов с геометрией. В принципе, если мы с вами пробежимся еще раз по этой книжке, вот они где-то к этой концепции наверное придерживаются. То есть начинается все именно вот с этих экспериментов живописных с цветом, фактурой, с вот этого самого эмоционального такого яркого начала и постепенно приходит во-первых к техническим формам создания изображений это раз и приходит к геометрии. То есть тут действительно вот эта хронология по-своему важна и выбор выбор работ и выбор измов он не случайен. одна из версий почему именно в таком порядке почему именно эти измы может быть связана как раз и с концепцией музея живописной культуры. Вот мне кажется это совершенно фантастическая книжка для своего времени которую вот сейчас уже в нашу цифровую эпоху можно воспринимать абсолютно по-разному и действительно видеть в ней больше чем печатное издание видеть в ней вот такой фантастический мультимедийный проект то есть ее можно воспринимать как проект выставки можно воспринимать как проект приложения можно воспринимать как проект сайта как я вам как можно организовать движение, как можно организовать потребление информации, переходя по этим ссылкам или же наоборот двигаясь в том самом хронологическом порядке. Вот, ну а поскольку мы с вами все-таки ставим свою целью поговорить про арт-конкрет и про какие-то варианты таких игр с геометрией, то буквально сначала несколько слов вам скажу про Мерц и про Курта Швиттерса. Как я уже говорила, Мерц это был такой совершенно прекрасный опыт организации объединения, в котором участвовал только один человек, собственно, он и был его создателем. Курт Швиттерс где-то очень похож на дадаистов, он честно просил принять его в их члены, но они отказали по причине того, что он был коммерчески успешным дизайнером, у него было свое дизайн-бюро, он придумал даже новый шрифт, он работал в области рекламы, придумал потрясающую рекламу, значит, шесть пунктов, по которым вы должны купить именно этот насос. Я вам сейчас перейдем в каталог, я вам ее покажу. Но при этом зарекомендовал себя еще и как художник и создавал совершенно разные вещи, начиная от ассамбляжей и коллажей, каких-то странных, таких живописных полотен. Да, вот они как раз. Где мы видим, как какие-то вырезки, они уже становятся не просто вырезками, а буквально таким паттерном или цветом, условно, который используется как краска в живописи. Отчасти, мне кажется, вам вот эти штуки должны быть понятны даже, и как бы вы их по-своему можете ощутить, почувствовать. Мы же ведь с вами также пользуемся фотошопом, если у нас есть своя библиотечка фактур и каких-то таких, не знаю, цветов, неких заливок, которые мы специально можем создавать, снимая, фотографируя какие-то фрагменты, или же выкрашивая бумагу, так сказать, используя специальные техники, затем мы это все отцифровываем и помещаем в нашей библиотечке. Ну вот, как примерно так же работал и Курт Швиттерс. Он еще строил, здесь, по-моему, нет. Да, вот у нас еще Курт Швиттерс. Вот он еще строил такой замечательный мерц-комнату, чем-то похожий на комнаты Прованов-Лисицкого, но только более запутанное, такое загроможденное пространство. Вот, ну, мне показалось, что вот эти вещи, сказать, для вас, наверное, должны быть интересны, особенно в контексте вот этого нашего разговора про всякую генеративную графику, продолжение, вернее, разговора, начатого Александром Николаевичем. Потому что ведь из чего это сделано? Это действительно сделано из однотипных элементов. Это, так сказать, некие такие изображения, композиции, которые создаются либо путем вот такого структурного, тщательного заполнения листа, либо, так сказать, путем, как здесь, наслоение, наложение одного изображения на другой. У меня есть даже более такая эффектная вещь здесь, которая, мне кажется, абсолютно точно вписывается вообще в идеи гранжа и панк-культуры и того, что там в 90-е делал Дэвид Карсон. А это у нас с вами 23-й год. Так сказать, бесконечный такой вот запечатанный лист, где действительно просто через печатную машину прогнали несколько раз одно и то же изображение и, так сказать, появилось на свет вот это многоголосье информации, вот этот шум информационный. Здесь, на этих работах, ведь мы, наверное, более ясно можем разглядеть, как, из чего они сделаны, здесь какие-то штампы и печати, и, соответственно, много раз повторяющаяся вот эта фраза Анна Блюме – это название одного из стихотворений Курта Швиттерса, Абсолютное стихотворение в духе группы Дада, набор звуков, неких ритмических таких мелодий. Вот. И помните, я вам ещё говорила, когда мы разговаривали про Абсолютфилм, что Швиттерсу принадлежит фраза «Искусство есть ритм». И вот, собственно, вот эти вещи, они как раз очень хорошо это демонстрируют. В основе искусства лежит ритм. И вот, собственно, ритм, и нужно всеми силами, всеми средствами пытаться визуализировать. Вот ещё парочка работ Курта Швиттерса. Тоже, как бы, не менее интересных. Упубликовал он их в своём журнале «Мерц». И откуда, собственно, возникло вот это название «Мерц». Там такая забавная история. Он как-то на калаш приклеил слово «коммерц» и заклеил первую его часть, оставив только «Мерц». И вот, собственно, так и возникло название и его дизайн-бюро, «Мерц-бюро», и, так сказать, название его деятельности. «Мерц-деятельность», «Мерц-коллажи», «Мерц-комнату». Он проектировал, создавал вот это пространство, чем-то похожее, кстати, на эту работу. И точно так же назывался и его журнал. И, в принципе, можно представить, как это сделано, вот по шероховатости оттисков. То есть это может быть, как действительно оттиски трафаретные, допустим, когда мы валиком закатываем бумагу или, так сказать, это может быть просто вырезка из цельного листа или же это специальная дырочка, так сказать, которая используется для того, чтобы закатать определенную часть краской. Появляются вот эти буквы, литеры, которые можно отпечатать, используя наборную кассу. Вот эти странные такие литеры, которые по одной или несколько вдруг возникают не только у Швиттерса, но и на коллажах других членов группы «Да-да», это тоже такая своеобразная форма литературы. Они называли это стихами, такая последовательность букв, иногда алфавитные, иногда нет. И, в принципе, их размер играл роль, потому что, по-моему, Хаусман печатал совершенно огромные такие полотна с гигантскими буквами, с гигантскими стихами, но у Швиттерса такая вот история более камерная. Да, вот еще несколько работ Курта Швиттерса. Вот как раз эта мерцкомната, она примерно вот так и выглядела, так сказать, такое геометрическое пространство из неких брусков, каких-то неких брусков разной толщины, как эти торцы у них могли быть покрашены. Он ее строил несколько раз. Это было такое, наверное, дело всей его жизни, которое, так сказать, первый раз ему помешало завершить, соответственно, начало Второй мировой войны. Ну и покажу вот этот разворот, где мы с вами видим как раз Жанна Арпа, его портрет, а здесь мы видим Курта Швиттерса и автор этих портретов никто иной, как Эль Лисицкий. Вполне возможно, что это даже такая некая серия. Вспомните портрет Лисицкого с циркулем, я вам его показывала, и рукой, где идет наложение изображения одного на другое. И, как мы с вами говорили о том, что это тоже метод фотомонтажа. Действительно, на один и тот же лист бумаги печатаются несколько снимков. И здесь явно вместе проецировались точно совершенно вот эти два кадра, просто, так сказать, по-разному снятое лицо Курта Швиттерса и здесь в разных ракурсах Жан Арп. Такой двойной портрет. И, кстати сказать, для многих фотохудожников, я думаю, Александр Николаевич вам потом про это тоже как-то детально расскажет, вот такие двойные портреты, такое совмещение ракурсов, это было средством передать движение, вложить, вернее, в какой-то временной промежуток в статичную работу. То есть показать какую-то динамику, какие-то фазы движения. Наш глаз, глаз зрителя должен был это, так сказать, достроить, как бы довести до конца. То есть это изображение, которое менее явственно, это некий след, некая тень движения, которая должна нам помочь увидеть это как, такой возможный короткий, буквально на несколько секунд фильм. теперь вернемся к каталогу. и буквально несколько кадров, да, вот могу показать, как выглядела эмблема его мерц-бюро. забавная история с этими стрелочками. Мне кажется, вполне такая структура, которая для гифки, кстати, очень хорошо могла бы быть использована. Есть направление движения, есть сам вот этот предмет, который, кстати сказать, сравним со стрелочкой, с которым мы уже с вами привыкли иметь дело, она буквально даже в точности ее повторяет. И, ну это да, это такое отдельное отступление, но, мне кажется, всегда какую-то особую радость получаешь, когда, так сказать, вот в этих объектах искусства прошлого неожиданно находишь вот эти какие-то медиа-элементы, элементы, которые бы могли позволить эти вещи превратить в интерактивные какие-то живые цифровые проекты. Кстати сказать, это метод, который не является плагиатом, это при правильных ссылках на мастера, так сказать, чью работу вы берете за основу, так сказать, это действительно может быть представлено как некий омаж, как некое исследование, как некое посвящение творчеству, так сказать, как действительно попытка открыть какие-то стороны, о которых до этого никто не думал и, так сказать, они не бросались в глаза, а именно, так сказать, технологический век заставил вдруг неожиданно на них посмотреть иначе. Вот так выглядел шрифт, который придумал Курт Швиттерс. Он решил, что должны знаки гласные и согласные выглядеть по-разному, потому что гласные должны быть обтекаемыми, а согласные должны быть более жесткими. И, с одной стороны, это выглядит, конечно, как полное абракадабра, но, тем не менее, есть совершенно конкретный пример рекламы цветочного магазина, где как раз Курт Швиттерс и использовал свой готовый шрифт. Так, сейчас ищу. Вот как раз та самая реклама насоса. Он придумывает шесть пунктов, по которым мы должны купить обязательно этот насос. И эти шесть пунктов выносят буквально в заглавии плаката. Так. Да, и, собственно, из этого каталога покажу несколько обложек журнала «Де стиль». Почему? Ну, потому что здесь налицо вот эта структура, структура, которую мы с вами видели у Пита Мандриана, его живописных работах, которые, на самом деле, обусловлены вот этими его представлениями о том, что вертикаль это связь земли и неба, а горизонталь это, собственно, земная ось. И вот в эту сетку он укладывает свои цветные плоскости. И эта же сетка, по сути, взята за основу для графической работы. Мы эти шрифтовые блоки можем представить как действительно заливки условные, логотип собран из отдельных брусков, и внизу вот это место для заглавной иллюстрации, но в данном случае, поскольку это траурный номер посвящения Аполлинеру, поэтому мы здесь видим вот это пустое белое поле, некий такой знак тишины. А здесь мы видим другую картинку, мы видим те самые плоскости, мы видим те самые объекты, которые на вот этой поверхности разложены и есть некий ритм и самое главное есть равновесие, которое достигается несимметрии. Вот это вот такой кардинально важный момент для неопластицизма. Вы там никогда не найдете симметричных работ и никогда не увидите квадрат как симметричную форму. Там всегда будут прямоугольники, они могут быть почти квадратами, но тем не менее это не равносторонняя форма. И здесь вы видите, что у нас с одной стороны два элемента, а с этой стороны три. Но тем не менее вся эта композиция находится в равновесии. в равновесии. И у Тео ван Дуйсбурга была хорошая статья в журнале «Вещь» 22-й по-моему год или 23-й, 22-й по-моему, где он просто внятно объясняет собственно, что это такое вот эта система из плоскостей. когда мы смотрим на эти плоскости сверху, это план, это план модульной сетки, это основа не знаю, верстки, расположение материала на странице, основа сетки, в которую может быть вписана реклама, основа для создания изображения. А если мы смотрим на эту же картинку под углом, это воображаемую стрелочку могу нарисовать или вот с этого угла, то мы можем увидеть, что это серия объемов. Если это объемы внутри пустые, то это архитектура, интерьер. А если это объемы, которые цельные, то это основа для скульптуры. Вот в чем эффективность этого проектного метода. вот как раз эта страничка с чертежами. План и два вида объема. Так. Вот. А сейчас вам как раз покажу арт-конкрет. Какая связь между Теуан Дуйсбургом и арт-конкрет? На самом деле прямая, потому что манифест арт-конкрет написал не кто-нибудь, а как раз Теуан Дуйсбург. первые идеи похоже возникли еще в середине двадцатых, а в тридцатом собственно этот манифест уже появился в печатном виде. И Теуан Дуйсбург считал, что это хотя отчасти такое продолжение наверное традиции абстрактного искусства, продолжение конструктивизма даже, но тем не менее довольно быстро стало понятно, что все-таки это абсолютно такое самостоятельное движение и его идеи хотя ни в чем заключаются в том, чтобы найти такие чистейшие эталоны меры порядка гармонии. Сами представители арт-конкрет считали, что художник материализует идеальные духовные начало таким образом. И если мы будем рисовать какие-то реалистичные предметы, то мы абсолютно не приблизимся к реальности, потому что это внешняя оболочка, а миром правят те самые внутренние законы и через геометрию, через цвет, через соотношение, через законы математики, последовательности, прогрессии, как раз таки вот эти истинные начала и можно визуализировать. И принято говорить о разных группах конкретных, есть цурихские конкретные, это как раз Макс Билл, Рихард Пауль, Лози, есть такой прекрасный дизайнер, художник, фотограф Антон Штанковский, немец, который перед войной успел пообщаться с цурикскими конкретными и потом просто буквально влился в эти традиции и уже в послевоенное время активно работал в этом же жанре, но использовал такие геометрические эксперименты как основу для коммерческой графики. Это мы с вами все сейчас увидим. Ну и напомню, что связь между тем, что вам Александр Николаевич рассказывал про генеративную графику и упомянул, что место, откуда она берет свое начало, это действительно ульмская школа дизайна, и это не случайно, потому что Макс Билл, который основал эту ульмскую школу, идеи возникли уже в 49-м, в 53-м эта школа наконец была открыта. Макс Билл это представитель цюрихских конкретных, он выпускник Баухауза, и собственно эта ульмская школа, она первоначально виделась создателями как продолжение идеи Баухауза. как бы Макс Билл ее открывал именно с этой идеей, как бы с этой целью. А сам по себе Аус Вайс мне кажется тоже интересен и неоднозначной фотографией, не стандартный снимок в фаз, а так чуть из-под лобья глядящий такой очень по-своему нахальный и как бы таящий одновременно в себе какие-то новые эксперименты и затеи студент, печать Баухауза вот с этой знаменитой знаменитым профилем такого геометрического человечка Оскара Шлеммера и сама структура этого Аус Вайса вот эти брутальные линейки, которые я вам показывала в книжке Кунстизмус они действительно прочно вошли в моду, в тренд 20-х и стали синонимом новой типографики, нового функционального макета нового функционального метода организации информации точно так же как гротеск точно так же как все о чем пишет Ян Чихальт в своей новой типографике И давайте покажу вам как выглядели все-таки эти работы цюрихских конкретных покажу на примере плакатов которые были сделаны к выставкам уже в послевоенное время это даже 1976 год но здесь действительно интересен еще какой момент не только сама структура про которую на самом деле даже долго и сложно рассказывать наверное не стоит потому что вот ключевые слова я уже произнесла это законы математики последовательности прогрессии это вот эти бесконечные вариации цвета сопоставления форм которые где-то создают оптические эффекты как например здесь и даже я бы сказала в большинстве случаев там есть вот это есть присутствуют эти оптические эффекты когда мы начинаем видеть какие-то рельефы какие-то туннели какие-то сломы поверхности которых на самом деле нет эти вещи действительно являются некие некой пересадочной станции между компьютерной графикой и графикой которую человек рисует от руки именно благодаря тому что там есть условный генеративный код но его придумывает не машина его создает не машина его как бы программирует человек прогнозирует человек просто путем бесконечных путем бесконечного эскизирования путем бесконечных вариаций отсматривает выясняет какие последовательности цветовые какие последовательности изменения форм наиболее эффектны наиболее интересны другой момент который мне кажется все-таки стоит тоже отметить и который наверное даже для вас все-таки как для практиков наиболее интересен вот эти эксперименты с арт конкрет они в конечном итоге тоже повлияли на лицо швейцарской школы графического дизайна на лицо интернационального стиля поэтому я показываю плакат и обращаю ваше внимание на то как предельно лаконично и просто организован внизу вот этот блок текстовой и если задаться целью то здесь можно увидеть модульную сетку которая скорее всего будет соотноситься вот с этим полотном из квадратиков вот эти строчки цифры они здесь стоят именно на тех местах которые как раз обусловлены вот этой сеткой и любопытно что с одной стороны мы с вами пытаемся провести какую-то связь между Мандрианом Ван Дуйсбургом и арт конкрет и она действительно есть это такая действительно вариация геометрической абстракции но с другой стороны я вам этот момент озвучила у Мандриана вы никогда не найдете квадрата а конкретно искусство оно как раз с квадратом и экспериментирует довольно часто мы там с вами увидим как вот такую начальную форму именно квадрат внутри которого ищется некая точка стержень на которую будет нанизано ритмически все изображение или сам квадрат становится основой вот такой сетки что интересно кстати Рихард Пауль Лозе мечтал быть химиком и так сказать все таки освоив профессию дизайнера тем не менее мне кажется он свои мечты не изменил потому что вот такие цветовые структуры ясно конечно же что там есть свои влияния идущие от Альберса сейчас я его покажу тоже выпускника Баухауза который в 63 году выпустил такую большую эпохальную книжку о цветовых соотношениях но мы с вами говорим все таки о таких технологических моментах в искусстве и здесь кроме геометрии кроме последовательности есть еще и чистая колористика эксперименты с цветом и эксперименты с градацией цвета мне кажется что это такая история которая не только визуальная и такая эмоциональная там есть еще и составляющие связанные с технологией со спектром с вообще возможностью смешения тех или иных красок связанные с их составом в общем его мечта его интерес мне кажется здесь тоже нашел свое как бы отражение но и самое банальное я не знаю как вы сейчас на эту картинку смотрите но особенно вот когда мы с вами занимаемся по зуму когда она у меня висит здесь на экране я в ней вижу просто увеличенный фрагмент растрового изображения думали ли они тогда об этом не знаю не уверена они видели прежде всего в этом математическую закономерность последовательность но вот фантастика что действительно вот эти технологические прорывы случившиеся в 90-х они действительно заставляют иначе смотреть на работы художников и дизайнеров то есть для нас с вами это фактически код код цифрового искусства вот такую обложку каталога Макса Билла еще покажу она есть и в виде эскиза каталог компаний которые производят краски и вот здесь собственно почему еще важна эта схема потому что это действительно призма который преломляет цвета это некая сетка в которую в результате будет уложено изображение пусть она преломляет неправильно потому что очень хотелось бы увидеть радугу я согласна что здесь такая получается как бы не совсем точная история но мне кажется здесь какие-то нюансы все равно есть такие правдивые и может быть кто-то из вас даже и сейчас с точки зрения физики это более как бы внятно сможет объяснить потому что здесь у нас в центре белое хотя белое как известно это не не просто белое это как раз сумма всех цветов только в другой как сказать в другой системе это когда мы физически начинаем краски смешивать у нас получается черный а так сказать экран это все делает совершенно иначе так сказать может быть здесь кроется какая-то интересная параллель ну и покажу соответственно еще Макса Билла его эксперименты с квадратом фантастической на самом деле по своей простоте форма но только лишь благодаря тому что мы видим как отдельный элемент переворачивается у нас создается ощущение цветка розы так сказать некоего пространственного объемного элемента который буквально на нас начинает разворачиваться мы вот эту центральную часть начинаем видеть как более близкую к нам так сказать вот эти фрагменты как удаленные от нас а так так сказать если это препарировать это всего лишь отдельное звено отдельный блок который просто повернут так последовательно на 90 градусов ну и вот такой еще пример покажу соответственно где фактически это как не что иное как стопка листов бумаги которые лежат друг на друге и повернуты просто с одинаковым шагом и их размер последовательно уменьшается и так сказать это все превращает композицию в какое-то совершенно невероятное такое динамическое пространство так сказать буквально начинает работать кинетика которой на самом деле нет то есть наш глаз получается вот эти закономерности начинает считывать как шаги движения ну и чтобы не быть голословной покажу все-таки что делал Йозеф Альберс он действительно с 49 года начал заниматься вот этой проблемой квадрата так ее и назвал посвящение квадрату где вот так бесконечно исследовал цветовые соотношения такие перспективные сокращения которые возникают как раз за счет цвета за счет тона Альберс тоже выпускник Баухауза работал в мастерской стекла и кстати сказать у меня даже возникла мысль что вот такие идеи к нему могли прийти именно там потому что сказать реально это увидеть как такой физический закон можно если совмещать друг с другом стеклянные пластины и смотреть как смешиваются цвета что с ними происходит то есть можно это даже отчасти наверное воспринимать как зарисовки таких его воображаемых опытов моделей экспериментов которые он мог тогда проводить и последний наш сегодняшний герой это как раз Антон Штанковский замечательная личность и фотограф и дизайнер график и художник который тоже исследовал квадрат и как я уже говорила перед Второй мировой войной он уезжает в Цюрих из Германии там успел немного поработать приобщиться к цюрихским конкретным и затем уже после войны вот этот опыт свой заново ввел в графический дизайн прожил он на самом деле долгую очень такую творческую плодотворную жизнь если кто помнит Deutsche Bank его знак логотип то это авторство Антона Штанковский когда о нем в журнале да написали статью это было еще в 96 году то статья начиналась со слов Москву венчают звезды Кремля а Берлин венчает логотип Deutsche Bank как сказать такой действительно самый узнаваемый графический элемент и то что вы сейчас видите я вам сейчас просто покажу пары мне важно вам показать что вот это наследие арт конкрет это не чистый эксперимент это не просто искусство ради искусства это действительно лаборатория у которой есть выход в реальное проектное творчество покажу вам пары вот работа Антона Штанковски вариант такой системы своеобразной системы деления причем которая может бесконечно быть продолжена в обратную сторону и этот вариант мы с вами видим не где-нибудь а на плакате 75 лет Верхбунда вот такой конкретный пример использования у Антона Штанковски есть даже книжка под названием Гюкин Смотреть которая вся о квадрате о том как с помощью квадратов можно визуализировать какие-то интересные понятия интересные темы связанные с даже с общением с установлением каких-то правил в семье в классе в дружеском коллективе то что я сейчас показываю развороты это такой своеобразный каталог выставки Антона Штанковски то есть здесь мы видим просто странички из этой книжки про два квадрата которые еще дополнительно проиллюстрированы фотографиями Штанковски отдельно эту книжку я в интернете так и не смогла найти поэтому показываю то что есть но в принципе по этим иллюстрациям можно представить как это все должно было как это все выглядело как собственно работал этот язык который придумал Антон Штанковски язык общения с ребенком с помощью квадрата вот у нас здесь вполне такая ясная история что это некий может быть эгоист может быть обидевшийся на всех так сказать это действительно противопоставление я и общество в разных всевозможных вариантах там есть естественно игровые моменты такие как бы приемы которые можно повторить и действительно использовать потом в играх лесенка которые собраны из кубиков и что происходит с формой она вот так может с нее скатываться то есть это книжка про внутренние ресурсы квадрата про то что в нем есть интересного как он может двигаться как он может общаться с себе подобными что происходит в разных ситуациях что происходит когда он один или что происходит когда их много что происходит когда возникают какие-то цветовые акценты и вот через эту абстракцию собственно идет разговор о каких вполне земных каких-то жизненных проблемах вот вот одна история от антона штанковский треугольник внутри и снаружи но я думаю перфекционисты оценят это полотно где действительно представлено несчетное количество способов и вариантов вариаций того что может произойти с формой если из нее вынуть вот этот крошечный треугольник и сказать что собственно потом на ее основе было сделано прекрасный фирменный стиль для план БАУ строительные фирмы и действительно ведь тот случай когда у фирмы есть множество отделений дочерних предприятий компаний которые она ведет и при этом сказать у них есть некая все-таки объединяющая идея всегда очень остро встает вопрос о фирменном стиле каким он может быть потому что либо нужно делать для каждого что-то свое но тогда они все рассыпятся визуально либо насаждать такую монополию тогда они будут все одинаковые а вот этот вариативный прием он как раз позволяет в рамках одной системы придумать разные знаковые ключевые изображения для каждой из фирм для каждого вида деятельности придумать возможно свой цвет или возможно свою комбинацию вот этого треугольника и квадрата антон штанковский на самом деле долго экспериментировал с квадратом но тем не менее ему хотелось придумать свою форму геометрическую и такой формой стала диагональ но это очень хитрая диагональ потому что если мы посмотрим как она устроена то это не простая диагональ между углами квадрата а это такой блок который возникает когда мы проводим под определенным углом с определенным шагом две диагонали то есть она как бы одной своей частью упирается в верхний уголок другим противоположным краем в нижний угол и вот с этой диагональю антон штанковский тоже довольно часто экспериментировал хотя она есть не только на фасаде дойче банка но она есть еще и вот она есть еще и на обложке этой брошюры и стала в свое время частью фирменного стиля берлина на самом деле знак берлина это вот эта верхняя часть это линия и вертикаль и вот эта вертикаль она обозначает не что-нибудь а берлинскую стену а вот эта картинка где мы видим красные полосы и синие полосы и желтые между ними это как некий знак все той же берлинской стены как бы знак вот этих двух частей города которые вроде бы объединены но как при этом остаются изолированными и так сказать изоляция показаны еще и вот этим их сдвигом друг относительно друга в общем вся эта история про геометрию она наверное прежде всего про что про так сказать умение оперировать оперировать вот этими бесконечными вариациями умение придумывать вот этот код и так сказать мы с вами на самом деле увидели как с успехом этим можно пользоваться даже без применения компьютера то что я вам сейчас показываю это обложки Рудольфа Дахарака американского дизайнера графика обложки к музыкальным пластинкам и здесь на самом деле очень разные записи музыкальные это Гайден и Вивальди это у нас фонтаны Рима не берусь судить что это песни музык холла и при том что Вивальди Глория при том что в общем-то тематика этих записей разные тем не менее используя язык геометрии можно рассказать многое и о ритме и о характере музыкального произведения в общем если задаться целью действительно это такое своеобразное многоголосие можно понять что это своеобразное такое многоголосие Вивальди которое действительно ему характерно что у нас здесь здесь самый банальный наверное вариант интерпретации это звук трубы который оказывается вот так вот направлено на зрителя такая вот своеобразная акустика духового инструмента вот ну и хоть чтобы был все-таки у нас выход на современность просто в двух словах напомню про эту обложку журнала i 94 год мы с вами мне кажется неоднократно про нее уже говорили вспоминали про то как хэмиш мьюир и пол макнейл подключили софт к печатной машине так сказать придумав семя как они это назвали серию графических элементов которые машина должна была в разной последовательности друг с другом ставить где-то увеличивать где-то уменьшать добавлять цвет и таким образом было напечатано 8000 разных обложек так сказать история мне кажется очень близкая к тому о чем мы с вами в самом конце сегодня говорили вот и соответственно здесь же у меня есть прекрасная вкладка на сайт Антона Штанковски где можно посмотреть его работы убедиться в том насколько он разнообразен несмотря на то что пользуется ограниченным набором выразительных средств так что как всегда собственно все ссылки я вам обязательно пришлю надеюсь что у нас с вами сегодня получился такой разговор о возможностях генеративного искусства о ценности модернизма и о каких-то выходах в современность